Магазин пиратов. Открылся магазин пиратов. Собирайте пиратские монеты, чтобы закупиться различными товарами. Акция, да, у нас включится, я так понимаю, с понедельника. Вернул 20 число? Да, с понедельника, ребят. Ну, наверняка, когда вы смотрите, акция уже как бы это идет, собственно, с 20 августа в 5 часов утра, как обычно, по 2 сентября. Грубо говоря, двухнедельная акция стандартная. Как собирать монеты? Вы тратите одну единицу энергии, получаете одну монету. Я так понимаю, куда бы вы ни пошли, везде энергия учитывается, соответственно, куда бы вы ни потратили, там, фармите вы корм какой-то, качаете или в Кайросе. Вы там что-то фармите или на Гидру, может, ходите. Везде, где вы тратите энку, собственно, вы получаете монетки. И истратить один билет арены. Ходите на арену, вам за это дают, собственно, 2 монетки. Или если вы вызовете хотя бы одного трехзвездочного персонажа, вам сразу дадут 10. Там, неважно, 4 звезды вы призвали или первача вообще призвали, вам дают 10 монет за 1 призыв выше 3 звезд. Так, в день можно накопить до 300 монет. Монеты за бои на мировой арене не выдаются. За РТА онлайн арену не выдаются. Монеты за вызовы с помощью фрагментов свитка не выдаются. А, я понял, за фрагменты. Ну, хорошо, тут все понятно, да. Список товаров в магазина пиратов. Самое интересное, ежедневные товары покупайте каждый день. Заходите в магазин пиратов каждый день, чтобы получить товары в удвоенном размере. Но, для этого нужно как бы там подождать, да, пооткрыть. После 7 дней посещения откроется как бы удвоенка. Вы сможете получить ежедневные товары в удвоенном размере, начиная со следующего дня. Итак, список товаров за посещение с 1 по 7 день. Это энергии 50 за 60 монет. Вы каждый день сможете обменивать. И мана за 50 тысяч тоже за 60 монет. Эти монеты, они у вас как бы тратятся, но все равно суммарно они у вас скапливаются, чтобы получить там дополнительные плюшки, о которых речь будет чуть ниже. И после 7 дня вы уже будете получать в 2 раза больше. Это по 100 единиц энергии за то же количество монет и по 100 тысяч маны. Если так посчитать, это получается 700 тенки. Здесь еще, поправьте меня, 1050 тенки, да, где-то так. И получается больше ляма маны. У, это, блин, особенно для новичков это как бы, да, неплохо так лям маны получить с акции. Давно такого не было в плане маны. Такое количество маны давали. Хотя лучше бы кристаллов давали, а мы там уже определимся, куда их тратить. Так, дальше. Ежедневные товары. Ладно, это понятно. Особые товары в магазине пиратов. Это вы уже как бы покупаете дополнительно. Вы должны как бы в день набить на вот это и постараться еще там собрать дополнительно. Все, что лишнее у вас будет скапливаться. Вы можете потом за раз купить, либо там через какое-то время, либо каждый день еще по чуть-чуть скупать. Увеличитель опыта на 12 часов. Одну штуку вы можете купить за 80 монет. Покупка доступна один раз. Таинственный свиток. Два раза вы можете купить по 100 монет. То бишь 200 монет, два свитка. Как-то так. Дальше. Кристаллы. Х50. То есть два раза вы можете купить по 100 монет. 100 кристаллов. Округлим. Да, камни призыва один раз. Что? 50 камушков? Господи, какие бомжары. Ну, 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 это же даже не 500, 50 камушков. Лучше бы еще один мистик сюда докрутили, этих 50 камней. Так, ладно, еще два мистика за 200. Здесь по одному мистику по 100 два раза, а здесь за 201. Хорошо. Окей. Так, какие здесь кристаллы? Смотрите, здесь два раза вы получите сотку, а здесь сотку вы получите за 200, но один раз. У комптуасов видеофантазия уже на нуле, они не знают, что придумать, там какие-то плюшки, они просто там где-то что-то удваивают. Еще бы, знаете, не хватает вот буст здесь на 12 часов за 80, а здесь на сутки за 160 монет, чтобы нас прям удивили, чтобы мы прям ошарашены были бы. Так, ну и самое главное, это, конечно же, Devilmon за 500. Если в акции есть Devilmon, значит, акция топовая. Либо хотя бы LD. Но Devilmon, конечно, больше людей интересует, потому что Devilmon это 100% скилл вашему какому-то первачу. И бонусные награды, это третья часть, да, для частых посетителей. У-у-у, любят своих частых посетителей. Для частых посетителей магазина приготовлены бонусные награды. Получайте бонусы в зависимости от количества использованных монет. То, что вы тратите, вот допустим, на все вот эти плюшки, на ежедневки, у вас там еще отдельный будет, как бы такая отдельная ячейка, где будет писаться, сколько вы всего потратили, там за какое-то количество дней. И стратить 500 монет, это один таинственный свитер. По факту, считаю, акция начнется утром, вечером уже, когда акция обновится еще раз, вы уже можете получить 600 монет и уже поменяете, собственно, вот, на один таинственный свитер. Да, за 1000 монет, это уже, считай, пойдет на четвертый день, скажем так, когда у вас уже там под 1200 будет монет, мы получим 20 древних монет. Опа, опа, опа. Так, истратить 1500 монет, мы получим еще 100 кристаллов. Это, подождите, здесь 100, еще 100, 200, это уже 300, да, кристаллов? Ну, неплохо. И 30 древних монет. Короче, 50 древних монет, 200 кристаллов, 300 кристаллов, извиняюсь, мистик здесь 1, здесь 2, еще 2, 5 мистиков, 1 призыв за камни, короче, 6 мистиков, Девалмон, увеличитель опыта, ну и ежедневная энка плюс мана. Ну, вполне такая, почему бы, нет, не сказать, что плохая акция. Если бы не было бы Девалмона, ну, такое себе, такое себе, ты знаете, когда призываешь кучу свитков, и тебе выпал хотя бы один нужный первач, ты такой думаешь, ну ладно, хотя бы так, а когда не падает ничего, полная жопа, так и здесь, собственно, Девалмон есть, значит, акция топовая. Не, вполне хорошая акция, так что тратьте энергию, если вы, новичок, там, качаете корм, везде будет учитываться. Если вы уже фармите 10 гиганта и что-то выше, тоже тратьте энергию, получаете плюшки. Акция не напряжная. Обожаю такие акции. Ты делаешь то же самое, что ты делаешь каждый день. Тратишь энергию. И просто заходишь, получаешь за это еще дополнительные плюхи. Это прям вообще зачетная акция. Таких бы побольше. И посмотрим, сколько у нас древних монет. Да, это скупится. Так, перейти. 50, да, там дают это 375 монеток. Блин, через, я уверен, через где-то 50-100 монет нам уже анонсирует этого звездюка. Если так подумать, нам его должны анонсировать в середине сентября, либо в конце сентября. Но я думаю, в октябре уже точно будет. Либо они просто могут тянуть с акциями на эти древние монеты и все, растягивая там по 10 монет, давать по 15, по 20, там что-то такое. Вот сейчас они дадут сразу 50 монет. Давно такого не было. Они обычно дают там по 20, 15, да, 25. А сейчас сразу полтишок. Да, видимо, они уже готовы его вводить в скором времени. Так что посмотрим, посмотрим, что там дадут за него. Да, и каким он будет вообще.